Легкий самолет Байкал главная звезда выставки, ведь это будущее региональной авиации России. Словно летающая маршрутка, недорогая и безопасная, вскоре должна заменить Ан-2, известный в народе как кукурузник. Здесь, конечно, комфортнее, чем в кукурузнике. Фюзеляж Байкала длиннее. Здесь помещаются 9 кресел, каждый стоит отдельно, потому пассажирам даже с моей комплекцией удобно летать на этих самолетах. А еще спокойнее, ведь у пилота есть кнопка выпустить парашют. Но если летчик уже понял, что ситуация, скажем так, безвыходная, он действительно выключает двигатель, дергает эту ручку, выстреливается контейнер, раскрывается купол. И самолет на трех стропах, две в районе крыла и одна в районе хвоста, повисает и опускается на этом куполе. Спасибо от лица всех аэрофобов. И без того, с безопасностью все в порядке. Здесь испытанные временем колеса от Ан-2, хоть в огороды приземляйся, и новейший электромотор. Случай, что с основным двигателем, легко дотянет до аэродрома. Байкал должен решить проблемы с транспортной доступностью не только на Дальнем Востоке и в Сибири, где в некоторые города, кроме как по воздуху, не попасть. Смотрите, у нас вся центральная Россия не связана, а аэропорты практически пустуют. Рейсы, ну, за редким исключением, один-два раза в неделю. Ну, пожалуйста, приехал, сел на такой самолет. Они по образному выражению одного гениального ученого авиационного, они как мухи должны летать. Пролетает эта муха прилично, 3000 километров. Это примерно как от Краснодара до Казани и обратно. Рейсы с пересадкой в столице уходят в прошлое. Сейчас более 40% всех перевозок минуем в Москву. Мы должны выйти на 50% и как раз с помощью такой техники. Полет в Москву, он просто теряет свою необходимость. И к этому должны быть готовы региональные аэропорты, которые сейчас масштабно обновляются. Вот яркие проекты. Где-то реконструкция, где-то стройка с нуля. Но к 2024 году все воздушные гавани страны должны соответствовать международным нормам. Такая задача поставлена нацпроектом.